АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ЗАГСОБРАНИЕ АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ЗАГРАНИЕ 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 ДОХОДЫ УВЕЛИЧИТСЯ ДО 78 МЛЛАРДОВ В 2016-м БЫЛО 76,5 Это с учетом летних изменений Изначально было меньше Расходы ТОЖЕ ВЫРАСТУТ 82,6 МЛЛАРДО ГОДОМ РАНИЕ БЫЛО 82,1 ДЕФИЦИТ БЫЛ 5,5 СТАЛ 4,5 ЛАДНО О ДЕФИЦИТЕ ПОЗЖЕ А ОТ РОСДОХОДОВ И РАСХОДОВ С ЧЕМ ОН СВЯЗАН? КАК ЭТО МОСНО ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ прокомментировать и, главное, понять? Смотрите, во-первых, все зависит от того, от чего мы начнем отталкиваться. То есть, если мы сравниваем проект бюджета на 2017 год с первоначальной редакцией бюджета в 2016 год, которая была принята в ноябре-декабре прошлого года, то действительно рост и доходов, и расходов он виден и очевиден. Ежели сравнивать проект бюджета с окончательной редакцией бюджета на 2016 год, которая, кстати, не летом менялась, а вот, собственно говоря, на последней сессии, то мы можем увидеть, что доходы бюджета сегодняшние, они составляют 79,6 миллиардов рублей. То есть, фактически такие же, даже чуть выше. Если говорить о расходах бюджета, то расходы бюджета нынешнего года, вот сейчас, после последних правок, составили 81 с чем-то миллиардов рублей. То есть, фактически такие же. То есть, вопрос, опять же, с чем сравнивать? С чем сравнивать, вернее, с чем связан рост доходов, если говорить об этом? Ну, тут две вещи. Все-таки по налогам, во всяком случае, по некоторым из них, я имею в виду, прежде всего, НДФЛ, есть определенный рост. И второй момент, это все-таки трансферты федерального бюджета. То есть, они тоже, вот по сравнению с первоначальной редакцией проекта бюджета 2016 год, выросли. Ну, а вслед и с доходами, естественно, и растут расходы. То есть, вполне логично и обоснованно. Ну, а этот рост, можно ли назвать действительно ростом? Потому что, если смотреть статистически, то можно предположить, что инфляция съест этот рост, в принципе, сразу же, или же нет? Ну, опять же, то есть, надо смотреть, с чем сравнить. То есть, если мы сравним все-таки с бюджетом первоначальной редакции 2016 года, то этот рост достаточно высок, вы сами говорили, да? Да, да. То есть, и это больше, нежели инфляция. Всяком случае, если говорить об официальной инфляции. И если говорить о бюджетах предыдущих, то два года бюджеты, я имею в виду бюджет 2015, бюджет 2016, фактически роста не предусматривали. Во всем случае, тогда, когда они были изначально приняты. А этот бюджет уже подрос. Поэтому в этом смысле, ну, наверное, да, это все-таки определенный, пускай и небольшой, но оптимистичный шажокчик вперед. Хорошо. Непосредственно, если конкретизировать отдельные статьи, или, в принципе, направления, вот ваша фракция, фракция «Справедливая Россия» предлагала индексировать некоторые социальные выплаты, ну и, в частности, подобные предложения звучат периодически. Вот эта индексация социалки, она за счет чего вообще возможно? Откуда отрезаем, чтобы социалку увеличить? Смотрите, прежде всего, да, действительно, мы говорим о социальных выплатах. То есть, тех обязательствах, я имею в виду, прежде всего, выплаты ветеранам, там, труда, различным категориям, там, многодетных и так далее. Это то, что, по сути, всегда индексировалось, во всем случае, на уровне инфляции, до последних трех лет. То есть, вот, последние три года, с учетом того, что ситуация экономическая очень сложная, власть в крае, она перестала индексировать соответствующие выплаты. Ну, если представить уровень инфляции за эти три года и, соответственно, отсутствие индексации, вы понимаете, что эти категории граждан оказались самой, знаешь, сложной ситуацией. А если говорить непосредственно о том, где взять деньги, то есть вопрос стандартный, вопрос, как бы, традиционный, ну, мы всегда предлагали несколько вариантов, там, ответ на этот вопрос. Мы предлагали внимательнее отнестись к отдельным разделам расходной части бюджета, таким, как общегосударственные вопросы, ну, то есть, содержание чиновничьего аппарата, СМИ, средства массовой информации, я имею в виду государственные СМИ, да, которые достаточно большие средства получали, кстати, оба этих раздела в этом году уменьшились, то есть то, ну, в следующем году, то, о чем мы говорили. Ну, и плюс самое это главное, все-таки посмотрите, вот сейчас уже после того, как бюджет был первым чтением принят, фактически между первым и вторым он увеличился на 5,5 миллиардов рублей. Только краевая адресная инвестиционная программа вырастет более чем на 2 миллиарда. Вопрос в том, нужно ли сейчас строить, вот, собственно говоря, новое здание, там, предполагается, в Рубцовске построить, там, дворец хоккея, мне сразу на он приходит каменский бассейн, который построили по краевой программе, да, и который фактически вынужден проставить денег нет. Или возьмите Государственный художественный музей Алтайского края, который достроить денег нет, да. Поэтому наше предложение, оно было простым и понятным. Не надо сейчас деньги тратить, как во всем случае на строительство крупных объектов, надо деньги отдать на социальные выплаты граждан. Ну, почему-то вот эти предложения в основном не находят поддержки именно у большинства, я имею в виду парламентского. Вот как вы считаете, почему? Ну, действительно, может быть, как-то какая-то своя целесообразность в этих предложениях есть, имеется в виду в мотивации того, почему вам в этом отказывают? Вы сами, знаете, мы сами тоже иной раз вот ломаем голову, почему так? Потому что, действительно, то есть часть предложений, они вполне адекватны, вполне обоснованы. Ну, компенсационная выплата на питание детям из малоимущих семей 4,8 рубля в день. Ну, представьте себе, да, эта цифра не менялась на протяжении многих лет, но это смешно просто-напросто. Поэтому наше предложение было, ну, поднимите до 8 хотя бы, давайте мы с вами здесь вступим в некий компромисс, да, мы рассмотрим вопрос о поддержке бюджета. Однако, к сожалению, вот большая часть таких предложений, она действительно какой-то в песок, значит, уходит, да, и поддержки их со стороны партии власти, со стороны краево-финансовых органов, ну, к сожалению, нет. Хотя мы готовы поступиться чем-то, да, ради того, чтобы все-таки, прежде всего, на людей, вот сейчас в слоях кризиса, какие-то средства дополнительно изыскали бы. А позиция-то, кстати, определилась, с тем будут ли голосовать за бюджет или нет? Ну, знаете, вот это... На момент вчера нет. Да, вот этот бюджет, на самом деле, в этой части довольно сложно, вот в плане, как бы, именно своей определенности. С одной стороны, все цифры подросли, то есть подросли доходы, подросли расходы, подросли основные статьи, то есть важные социальные, и национальная экономика подросла, и здравоохранение, социальная политика подросла, то есть плюс между первым и вторым чтением изыскали фактически 5,5 миллиардов рублей. То есть это очень важно, это говорит о серьезной и скрупулезно-кропотливой работе где-то в московских комитетах, да, в московских кабинетах. Поэтому с этой части вроде бы, да, бюджет безусловно выглядит лучше, нежели там последнего года или предпоследнего. Но с другой стороны, опять же, вопросы социальные, да. Социальные выплаты не растут, а по некоторым показаниям, показать, во всяком случае, там, выплаты сельским учителям, да, или выплаты родителям, чьи дети ходят в детские сады с учетом последнего закона, который был принят на прошлой сессии, который мы окрестили антисоциальным, фактически даже уменьшится. Поэтому вот фаракта «Справедливая Россия» пока окончательное решение не приняла и будем, наверное, завтра перед сессией еще раз обсуждать все эти вопросы. К вопросу приоритетов задавал этот вопрос тоже неоднократно вашим коллегам. Как вы считаете, можно ли решать отдельные вопросы за счет других? Ну, грубо говоря, жилищно-коммунальное хозяйство за счет, например, культуры. От культуры убрали или от чего-то еще и добавили, например, строительство дорог. Вот как вы считаете? Интересная постановка вопроса. На самом деле, я думаю, что все вопросы надо решать, прежде всего, за счет повышения доходной части. Мы говорили неоднократно способы резерва, то есть повышения доходной части. Прежде всего, это инвестиции. К сожалению, край по уровню инвестиций занимает одно из самых последних мест в Сибирском федеральном округе и не очень хорошо смотрится в общем рейтинге. Поэтому надо работать с инвестициями. Оптимизация расходов. Вот то, в принципе, что сейчас происходит. И общегосударственные вопросы оптимизируются. Средства массовой информации. Не надо, соответственно, искать возможность урезать где-то за счет чего-то. Надо решать глобальные вопросы. То есть повышение доходов. Тогда, собственно говоря, средств хватит на основные статьи. Но опять же, все-таки, наша позиция. Главное – это люди. Главное – это люди. Главное – это экономика. То есть развитие человеческого потенциала, развитие экономики, безусловно, должны привести к качественному рывку в бюджетном процессе, в бюджетной структуре в Алтайском крае. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам. Я думаю, не раз еще обсудим эту ситуацию. Спасибо вам, Василий. Всего доброго. А это было «Наше время». Увидимся.